персия как появилась крупнейшая держава древнего мира термином персия называют сразу несколько государств сменявших друг друга на территории современного ирана ближнего востока и кавказа одни из них были основаны парсами другие же под названием персия были странами под управлением парфян или арабов иных по происхождению и религии персия ранних эпох а конкретнее держава ахименидов была крупнейшим государством в истории востока определившим культурную и цивилизационную самобытность региона источники по которым можно судить а персии представлены в основном греческими авторами а те мягко говоря не симпатизировали персам что сделало некоторую негативную окраску сообщением об этом государстве собственные же летописи и священная книга авеста были уничтожены в иране арабским завоеванием когда религиозные фанатики жгли и рушили все что казалось им языческим откуда пришли персы впервые народ персов парсы упоминают о сирийские хроники на южном побережье кавказа парсы что с их языка переводится как крупные богатырского сложения составная часть индоарийских племен которые начали свою экспансию в иран и индию откуда-то с севера изобретение колеса колесницы приручение лошади стало ключевым моментом успеха арийцев в их военном деле они легко сокрушали царство аборигенных народов и занимали место элита в местном обществе а про родине парсов немногое сказано в их священной книге авеста дескать эта страна на севере огромная плоскость называемая арияна вэджи арийский простор где-то рядом есть море варукаша где водится особая рыба есть горы где обитают божества рядом есть страна где по полгода светит солнце а полгода ночь арии ушли из этих мест из-за нашествия каких-то змей из этого описания легко угадываются евразийские степи как плоское пространство каспийское море и волга где обитает особая рыба осетр а чуть севернее лежат края полярные ночи известно что раскопки аркаемы и синташты на южном урале обнаружили целую сеть огромных степных городов с узнаваемыми для индоиранцев элементами колесницы свастические орнаменты и солярные символы кроме того в этих краях позже обитали ближайшие родственники персов скифы и сарматы говорившие на иранских языках и бывшие носителями наиболее архаичных форм индоарийской культуры скорее всего степи казахстана и сибири стали родиной парсов где они долго находились в составе индоевропейской общности после чего начали свой путь на юг к мировому господству здесь впервые начал проповедовать их пророк заратуштра получив божественную весть и убеждая ариев перейти к единобожию от культа священных зверей и девов огромные массы ариев еще единых и не разделенных на персов и индийцев переселились из средней азии в индию и иран в индии они разгромили местную цивилизацию мохенджи даро и установили собственную диктатуру став элитой общества разделенного на варны правители и мудрецы брамины белого цвета воины кшатри красного цвета торговцы и ремесленники шудры черного цвета остальные не арийцы не считались полноценным населением и контакты с ним строго ограничивались после чего между иранскими индийскими ариями произошел некий религиозный раскол зороастризм проник в иран и стал доминировать а индийцы исаки оставшиеся верными своим древним культом стали теперь презренными язычниками боги индии скифии стали демонами в иране и соответственно наоборот персы отступники и предатели традиций чего скифы своим царям к примеру не прощали размежевавшись таким образом от земляков среди иранских царств первыми усилилась мидия развитая цивилизация оставившая множество бронзовых фигурок фантастических зверей как две капли воды похожих на скифа сибирских грифонов на алтая подчинила себе прочих иранцев и вошла в конфликт с ассирией для борьбы с которой позвала своих братьев скифов история конфликта известно скифы пришли и победили обе стороны и 25 лет правили железной рукой ограбляя восток пока их не удалось изгнать как пишет геродот главная доблесть персов мужество после военной доблести большой заслугой считается иметь как много больше сыновей тому у кого больше всех сыновей царь каждый год посылает подарки детей с 5 до 20 летнего возраста они персы обучают только трем вещам верховой езде стрельбе из лука и правдивости нет у них ничего более позорного чем лгать позорно также делать долги в особенности потому что должник неизбежно должен лгать в реку они не плюют рук не моют в реке сами никому другому не позволят этого делать относясь к рекам с глубоким благоговением парсы усилились внезапно и сначала стали союзниками деспотии раннего востока те часто враждовали друг с другом а также с родственниками персов медианами которые поселились там чуть раньше великий царь персов кир 2 куруш сумел расторгнуть невыгодные союзы и завоевать сначала родичей медию а затем и вавилон по легенде отец кира остяк хотел убить ребенка конкурента и поручил это своему слуге но тот будучи не в силах убить ребенка отнес его в горы чтобы звери растерзали его однако в тот же день его жена родила мертвого ребенка и слуга решил тайно забрать мальчика себе так кир снова оказался при дворе как сын слуг через много лет во время игры кира другие дети избрали царем но один из детей не стал ему прислуживать так как был из более родовитой семьи тогда кир поколотил узнав об этом остяк решил посмотреть на этого ребенка и в ужасе узнал у него фамильные черты слуга во всем признался но разгневанного остяга маги убедили в том что ребенок не угрожает ему ведь его уже сделали царем хоть и в игре а значит бояться ничего киру пришлось свергнуть своего отца царя остяга когда против того созрел заговор и кир присоединился к нему но даже битва не состоялась само войско остяга не пошло за царем а схватила его и выдала кир кир был популярен и почти обожествляем египет и вавилон ранее злейшие враги объединились против персов увидев настолько сильна их угроза ибо и способна армия но дальние расстояния и взаимные подозрения помешали им сплотиться достаточно для удара совместно в 350 девятом году до нашей эры кир осадил вавилон но жители сдались без боя ведь ранее их армия была на голову разбита на подступах к городу и сопротивляться было уже нет затем кир обратил свои армии на восток где начал войну с саками так называемым тураном который был бы постоянной угрозой его царство тяжелейшая война кончилась взаимным истощением сил но и сам кир погиб в бою кир был великим царем что признавали персы и греки и даже вавилонии по иудейским предсказаниям он был помазанником яхве которому суждено отстроить храм и иерусалим в отличие от поздних персов ранее парсы вели аскетичный образ жизни по словам геродота персы носили одежду и шкур животных и войлочные тиары колпаки не употребляли вина ели не столько сколько хотели а сколько имели они были равнодушны к серебру и золото в честь своего первопредка вскормленного орлом ахимена царство кира стала называться державой ахименидов или кратко персии сын кира камбис покорил египет армению и малую азию а при дарии персия ахименидов достигла своего пика могущества став угрожать греции и даже проведя войну со скифией дальше держава персов стала катиться к упадку сначала восставший вавилон получил широкую автономию затем египет смог свергнуть персидский гнет и стал самостоятельным а вскоре из македонии высадилась небольшой войско царя александра которая город за городом начала завоевывать персию в битве при гавгамелах для дария стало ясно что его державе приходит крах когда александра чествовали в вавилоне это был еще и траур по державе ахименидов на смену которой придет эллинистический иран селивкидов государство похожее на персию но уже во главе с эллинами если вам понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал